привет сегодня мы продолжаем разбирать научную работу out of the target авторы бен возле и питер маркс это будет вторая часть ночной работы где мы будем говорить собственно про сложности про общие рекомендации как эту сложность побороть я тут набросал себе конспект из трех страниц можно сказать еще кое-что у меня в голове я надеюсь осталось поговорим про сложность что такое неотъемлемая сложность что такое случайная сложность как это определите что с этим делать программисты современные рок-звезды немного зарабатывают у них отличные удобные условия труда и гибкий рабочий график профессия востребована им не составляет труда через два-три года переехать почти в любую страну мира и благополучно трудоустроиться связи с этим очень сейчас очень много курсов по обучению программирования учат все кому не лень поэтому рекомендую быть внимательными при выборе у школы университета или курсов где учиться смотрите на историю компании преподавателей какой у них опыт сколько они уже на рынке и главное какой результат у их выпускников я хочу порекомендовать вам проверенную временем результатами компанию лофтскул на данный момент лофтскул выпускает больше 1000 обученных специалистов в год студенты проходят обучение по всему миру от россии украины белоруссии казахстана до израиля германии сша и канады выпускники лофтскул работают в крупнейших айти компаниях россии восточной европы и северной америки apple mail.ru яндекс авито ipam rambler тиньков и других также у ребят есть отличный портал бесплатных видеоуроков лофтблок где больше 300 курсов по различным айти направлением а основатели лофтблок и лофтскул ведут еженедельную передачу для разработчиков из айти специалистов девшоу короче говоря если вы хотите качественно за 4-6 месяцев освоить новые технологии или айти профессию то я рекомендую вам обратить внимание на лофтскул ссылка вот тут и так сложность авторы этой работы выделяют два вида сложности это неотъемлемая сложность и случайная сложность неотъемлемая это сложность которая исходит из самой задачи которую вы не можете убрать из задачи если вам пришел человек и сказал что должно быть 10 коров вашей программе то вот эти 10 коров вы из нее убрать не можете грубо говоря правильно есть случайная сложность случайная сложность это в общем говоря все остальное все остальное в чем в принципе от чего можно в идеальном мире избавиться или постараться избавиться то есть и случайная сложность также включает себя все проблемы связанные с производительностью с инфраструктурой с особенностью языков программированию и собственно с ограниченностью человеческого мышления и в общем исходя из этого в общем случае борьба со сложностью это по большому счету избегание случайной сложности о чем они говорят дальше это спойлер такой небольшой и в общем осталось только понять как опознать случайную сложность да и как бы понятное дело что было бы здорово если бы мы просто могли взять и перенести неформальные требования то есть те требования которые заказчик нам написал на человеческом языке в какой-то формальный язык спецификации просто потом этот язык спецификации выполнить на железе и она бы все заработало то есть вот это и тот самый идеальный мир мир который как бы описывают авторы но который по большому счету не достижим и то почему он не достижим мы поговорим чуть чуть позднее и в первой части этой серии мы говорили о том что две основные причины сложности это состояние программы и контроль и вот что говоря что касательно состояния в идеальном мире то мы стараемся от состояльное избавиться полностью то есть но понятное дело что как бы даже в идеальном мире какое-то небольшое состояние у программы будет и они об этом чуть 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 далее и авторы выделяют четыре вида состояния первые это входные данные это второе это неизменяемые неотъемлемые производные данные третье это изменяемые неотъемлемые производные данные и четвертое это случайные производные данные и немножко поподробнее про каждый из них то есть входные данные это непосредственно ввод пользователя и вот пользователь на самом деле тоже бывает двух типов то есть первый тип это тот те данные на которые программа может в дальнейшем сослаться и следовательно эти данные нужно хранить как-то правильно и те данные которые после того как они были обработаны и был получен какой-то результат они больше не нужны соответственно их можно выбросить то есть это тоже то самое случайное состояние если вы начнете хранить эти данные правильно вот что такое неизменяемые неотъемлемые производные данные это данные которые всегда можно рассчитать на основе входных данных то есть если у вас есть какой-то ввод и вам просто нужно как-то сегрегировать эти данные или просто там у вас есть какая-то формула и вы можете эту формулу посчитать на основе входных данных то эти данные хранить не нужно их можно каждый раз рассчитать заново на этом собственно зыждется react js и все остальные я думаю фреймворки современные java скрипта которые говорят что ты должен хранить только свое состояние которое вот естественное состояние неотъемлемое если что-то ты можешь пересчитать на лету то ты это что-то должен функции render пересчитать на лету ни в коем случае нельзя это дублировать иначе состояние начнут расходиться неминуемо у вас будут баги и соответственно да не нужно хранить это эти с это состояние которое вы можете пересчитать если вы его храните это опять таки случайное состояние которое в программе не нужно в идеальном мире далее идут изменяемые неотъемлемые производные данные и понятное дело что если данные постоянно меняются то они уже не могут быть неотъемлемыми то есть это просто какие-то данные которые постоянно меняются и забегая вперед это будут просто случайные производные данные на самом деле что же такое изменяемые неотъемлемые производные данные это те данные которые меняются один раз по большому счету в момент ввода то есть но они меняются в зависимости от какого-либо условия то есть представьте что у вас есть функция у которой я берет на вот сами данные и какой-то параметр который тоже возможно задает пользователь скорее всего да и вот на основе этого параметра эти данные каким-то образом перемешиваются друг и получается некий набор других данных то есть вы взяли по большому счету данные пользователя вы не просто их сегрегировали вы их изменили на основе какого-то другого ввода вот и вот это те самые изменяемые неотъемлемые производные данные господи сэншел дирайв пейта мюта был это так как они написали своей работе и последний вид данных это случайные производные данные то есть вообще случайные производные данные на самом деле все данные производные да они все как бы произрастают у них корни произрастают из из входных данных в программу но вот случайные производные данные это те данные которые вообще напрочь отсутствовали в спецификации пользователя когда он вам говорил про 10 коров там ничего не было про пастуха пастуха придумали вы потому что вам было так удобнее писать программу вот когда вот все те данные которые вы придумали чтобы вам было удобнее писать программу или язык программирования которые на вас как бы скажем так сверху скинул это все случайные случайные производные данные все кэши все счетчики и вся эта прочая требуха которая как бы вообще нафиг не нужна при решении программы вот она туда попадает и собственно исходя из этих определений получается следующая таблица и как бы из этой таблицы видно что все кроме пользовательского ввода это случайное состояние то есть даже в идеальном мире мы не можем полностью избавиться от состояния как я говорил ранее то есть хотя бы вот пользовательский вот это будет единственное состояние которое будет проходить через вашу программу программа все-таки что-то должна делать и какие-то данные она должна обрабатывать вот ну что же до контроля это как бы вторая причина по мнению авторов сложности программ то в идеальном мире его можно полностью избежать вообще то есть в идеальном мире контроля не существует то есть управление потоком программы то есть они как бы забегая вперед опять-таки говорят что да понятное дело что в программе в какой-то момент что-то должно произойти и скорее всего это что-то должно произойти в определенном порядке как бы они тут тоже ссылаются на логическое программирование в том плане что в логическом программировании по идее вы определяете правила и эти правила они только потом как бы включаются и порядок выполнения он как бы настроиться на основе этих правил то есть вы напрямую этот порядок не программируете то есть но и они опять-таки говорят что контроль который в идеальном мире существует это то же самое что вот если переживать а вот что в компьютере должно быть электричество чтобы вообще что-то сработало то есть вас это должно заботить в идеальном мире контроль вот на таком же уровне что должно быть электричество что говоря вообще не заботит вас да но по умолчанию там есть но и на самом деле дальше они там в работе рассуждают как это идеальная лодка разбивается оскалы реальности и в виде как минимум производительности и легкости реализации логики то есть тут нужно понять что понятие простоты и легкости трудности и сложности это разные понятия то есть если что-то какая-то система простая это не значит что ее легко реализовать об этом есть очень классная лекция у рича хики я ссылку оставлю внизу всем рекомендую ее посмотреть но и если как бы про производительность все понятно то мы же как бы хотим чтобы наши программы работали быстро то про легкость реализации логики тут несколько сложнее то есть они приводят пример компьютерной игры где у вас есть персонаж и собственно позиция этого персонажа зависит от всего того ввода который пользователь в течение времени делал плюс какого-то внутреннего состояния игры то есть получается что здесь появляется та самая случайная сложность которая вроде как не нужна но это про сложность она сложность облегчает стане программы и на собственной логике то есть вам не нужно будет как-то думать как это все так сделать чтобы вам не было какого-то мутабельного состояния или еще чего-нибудь вы просто как бы храните это состояние используете его и у вас все легко то есть система при этом не простая но программировать вам ее легко вот такая вот такая вот беда с этим программированием на самом деле и общая рекомендация парабанная дробь разделяй и избегай вот то есть как бороться со сложностью в программах избегать ее если не получилось ее избежать нужно разделять и соответственно как они ее предлагают разделить они предлагают некоторую архитектуру такую как то которая состоит из двух слоев и трех блоков на первом слое у вас идет язык программирования и инфраструктура которая вас вообще не должна заботить по мнению авторов то есть это такое какая-то инфраструктура это что-то такое что за вас делает вашу работу вот как бы логику которую пишите вы не логику а слой который вы пишете вы делится на три основных блока и первый блок это это essential state то есть это то самое неотъемлемое состояние которое вы от которого не можете избавиться до от него зависит essential logic то есть essential logic это та самая бизнес-логика которая вот собственно они это так мудренно объясняют на самом деле я это сам до конца не понял то есть essential logic это она определяет как бы правдивость правдивость вот этого состояния но она не определяет что как и зачем меняется в этом состоянии ясно и от этих двух вещей одновременно зависят всякие случайные штуки вот эти вот всякие accidental complexity то есть случайная сложность которая включает кэш включает вот какие-то те случайное состояние если вы пишете игру как вот из примера и как бы штука в том что то есть вот состояние вот этот essential state на неотъемлемое состояние они называют таким фундаментом системы и получается что она вообще не зависит от трех других от двух других блоков но те два блока зависят от него то есть по большому счету что это значит это значит что если вы вдруг решили запилить какой-то кэш да то есть вот это accidental complexity случайная сложность то вы не можете изменить вот это вот самое неотъемлемое состояние только для того чтобы вам было проще запилить вот этот самый кэш то есть это кэш вы скорее всего этот будете менять если у вас изменится это неотъемлемое состояние правильно вот тоже так же самая логика неотъемлемая логика она не записит не зависит от случайных штук но она зависит от неотъемлемого состояния то есть если неотъемлемое состояние изменилось понятное дело что должна измениться бизнес логика и скорее всего изменятся все ваши случайные штуки которые вы запилили сверху вот такой вот слоеный пирог они нам предлагают делать и на самом деле на самом деле в этой работе третья часть этой работы они придумали такую платформу которая позволила бы решить все проблемы и с состоянием и с управлением вот но об этом я буду рассказывать следующий раз в этот раз рассказывать не буду напоминаю что у меня есть живой канал telegram сайт instagram и куча всего такого остального меня зовут дмитрий вы были на канале senior software влогер спасибо пока